Удивительный, волшебный, волнующий. Он даже в глобальном масштабе, вот действительно, именно такой, как я рассказываю, я имею в виду подводный мир. То есть, что там есть, рыба, это все, что я знаю про водную поверхность, но и не мудрено, я же не умею. А есть люди, которые ориентируются, я думаю, не только под водой, но еще и шикарно на воде. И один из них у нас сегодня в гостях, Алексей Ющенко, директор Института водного транспорта имени Седова, кандидат технических наук. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сразу поправьте меня, вот сегодня День работников морского и речного флота, в смысле с 4 июля, да, извините, забегаю вперед. А подводный транспорт, скажем так, считается тоже, там, частные подводные лодки? Это День работников морского и речного флота. Все-таки, чтобы разграничивать, чтобы не путать. Хорошо. Алексей, вы занимаете уже такой высокий пост, но наверняка, чтобы его заслужить, нужно до него дослужиться, да, и пройти определенный путь. Вот с чего начинался ваш такой морской и речной путь? Я поступил в 1990 году в Ростовское морское училище, один на знак почета имени Седова. То есть то, которое вы сейчас возглавляете? Да, да, сегодня это уже институт. Поступал я в училище, далее закончил Новороссийскую государственную морскую академию, город Новороссийск, и работал на судах морского и речного флота в различных должностях. Волей судьбы оказался в стенах нашего прославленного учебного заведения и уже отработал более 15 лет в этом заведении. И два года возглавляю в рамках доверенности ректора Кондратья Сергеевича в наш институт водного транспорта. Это сегодня большой комплекс. Алексей, а почему тогда мальчишкой вы пошли вот именно сюда? Почему не какая-то другая специальность? Почему именно вот морская и речная? Это романтика, прежде всего. Это просторы, это свобода, это море, это чайки, это я, это все, конечно же, романтика, но профессия на самом-то деле очень сложная. Поэтому при выборе этой профессии нужно четко понимать, зачем ты вообще идешь, потому что это не только профессия на флоте тяжелая, это и жизненные позиции тяжелые, потому что ты оторван от дома, от семьи, и здесь нужно осознавать. Ну, конечно же, романтика прежде всего. А бывали какие-то вот такие внештатные ситуации на корабле, когда, не знаю, там шторм попадает, как в кино показывают, или что-нибудь там, перестает какой-нибудь датчик работать? Конечно, это техника, есть возможность наломаться, поэтому всякие ситуации внештатные на судах речного морского флота случаются. И, конечно же, грамотные специалисты, которые работают на флоте, с этими задачами успешно справляются. Вот, кстати, вы упомянули семью, вот вопрос такой, как семья вообще, в принципе, относилась к тому, когда вы были еще, ну, скажем так, в формате плавания, да, скажем так, вот. И выдохнули ли они, когда поняли, что все, вы теперь на суше, вы теперь в учебном заведении, и не надо там папу, мужа, там сына ждать годами или месяцами с плаванием? Вы знаете, собственно говоря, здесь правильный выбор жены, да, спутницы жизни, это важный момент, поэтому здесь именно так получилось, что я оказался на берегу работать, но жена относилась, что сегодня, что вчера, одинаково положительно к моим решениям. Не важно, где он физически, главное, что он здесь. Как жену зовут? Татьяна. Татьяна, мы передаем вам большой привет, у вас шикарный муж, но, а мужчина, как известно, без женщины, ну, как бы не может, конечно. Кстати, вот коснулись ваши супруги, и, в принципе, давайте перейдем немножко на женскую половину, просто вот Ирина уже несколько раз повторяла фразу, правда ли, что женщина на корабле, это как к беде, или что это такое? Она оскорбляет, я не знаю, как может женщина вообще где-то быть где-то, где женщина лежит счастье. Это стереотип все-таки больше, или это непросто так? Сегодня, если мы говорим за сегодняшние реалии, то у нас в Институте водного транспорта имени Седова, я кратко о нем сейчас скажу, и вот перейду, если позволите, к вашему вопросу. Да, конечно, вам можно все, у вас праздник. Спасибо. Сегодня это большой комплекс, который объединяет три учебных заведения, ранее отдельно существующих, на Ростовский колледж имени Седова, стал правоприемником 10 лет, это уже Институт водного транспорта имени Седова, это история 145 в этом году уже самому училищу Седова, да, 77 лет чуть больше уже Ростовскому речному училищу, и 20 с лишним лет, это факультет инженера морского транспорта ранее существовал, сегодня это первое было высшее образование в Ростове-на-Дону, сегодня это огромный комплекс, который располагается в трех районах города, 7 учебных корпусов, 3 общежития, 2 столовые, в Ростове-на-Дону, да, это все в Ростове-на-Дону, плавбаза 2 гектара с лишним и 3 плавсредства, которые стоят на набережной УТС-519, если вы замечаете, гуляя по набережной, Ростовская Аврора называют его. Да, это ваше, ну в смысле не лично. Это наше средство, это тренажер, на котором наши курсанты, слушатели, студенты проходят морскую подготовку, специализированные для работы на морском речном флоте. Раньше не было, получается, у вас тренажера, так называемого, или он всегда был? Да, он был, да, и мы как филиал государства морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова, кстати, наш университет, который возглавляет ректор Кондратьев Сергей Иванович, в этом году стал восьмикратным победителем отрасли. Это таких аналогов в стране у нас. Сергей Иванович, ну тогда пользуясь случаем, вам тоже большой привет и поздравление с праздником. Спасибо. И мы в этом году, наш институт стал первый раз победителем отрасли среди филиалов. Это тоже такой огромный шаг в продвижении нашего института, потому что коллектив, более около 500 человек работоспособны, выполняет поставленные задачи. Современная тренажерная база, которая сегодня обновляется. Мы признаны Минтрансом, морской образовательной организацией, международным сообществом в части подготовки специалистов для работы на морском речном флоте. Поэтому более четырех программ основного образования, высшего, пять программ среднего профессионального образования, в этом году две новые специальности открылись, береговые в том числе. Вот. И более 150 программ дополнительного профессионального образования, которые осваиваются моряками в процессе подготовки в нашем институте. Так, интересно. Девчонки, девчонки. Интересно об этом рассказывать, что мне захотелось стать частью вашего коллектива. В этом году у нас уже несколько лет продолжаются традиции приема девушек. Приходят? Да. А кем? В основном девушки, вы знаете, идут на специальность судовождения. Но самое, что интересное, девчонки идут и учиться на судомеханикам. Причем это очень красивые, интересные молодые девушки, которые выбрали такую нелегкую профессию. И задавая им вопрос, вы очень хорошо подумали, да, мы хотим стать капитанами старшими механиками. Я же понимаю, когда капитан говорит... Это сегодня реалия. Капитан говорит, полный назад, и там где-то снизу, полный назад. Это вот они туда, вот вниз, как бы, чтобы это все... Если механики, да, вот примерно так. Только сегодня все суда практически это автоматика. Да. Какие удивительные у нас женщины на данную. Ну, девчонки, тогда пользуясь случаем, мы вас поздравляем с профессиональным праздником. Вообще всех тех, кто имеет непосредственное отношение к морскому и речному флоту, вам всем наше поздравление от нашей программы. Ну, а с вами был Алексей Ющенко, директор Института водного транспорта имени Седова, кандидат технических наук. Алексей, ну, конечно, пользуясь случаем тем, что вы сидите здесь у нас на диване, отдельные поздравления вам, вам удачи, продолжайте в том же духе, и пусть институт растет, развивается и дальше поражает своими успехами и результатами. Пользуясь случаем, разрешите поздравить от коллектива и курсантов Института водного транспорта имени Седова, филиала Государства морского инверситета имени адмирала Федора Федоровича Шукова, всех коллег, все морское сообщество с наступающим профессиональным праздником Днём работников морского речного флота пожелать крепкого здоровья, чувства плеча, взаимовыручки морской, ну и традиционных попутного ветра и 7 футов под килем. Класс! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok